Внучок, анекдот хочешь? Нет, они у тебя старые, если я не знаю. Короче, смотри, два полицейских идут по улице, смотрят труп черного парня. Там ножевые ранения, пули, там все. Один другого локтем пихает и говорит, смотри, какое зверское самоубийство. Нельзя такое сейчас рассказывать, ты что? Ай, ладно, песню тогда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили. Тихо! Что, замочили ведь, ну... Дед, нельзя сейчас про черных такое говорить, это плохо. А телевизор из моего дома выносить хорошо? Дед, я вынес твой старый черно-белый телевизор, я тебе купил новый, хороший, цветной. Мне эти цветные никогда не нравились. Опять все по-новой, блин. Анекдот хочешь? Давай лучше за палец дерну. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор игры GTA San Andreas. Лучшей части из оригинальной трилогии, которая поистовует нам о прекрасном протагонисте, у которого не просто там есть голос, у него есть братаны, у него есть банда. Он нагибает этот самый San Andreas, захватывает районы, ходит в качалку и пытается выстраивать отношения с девушками. И вот эта игра получила The Definitive, так сказать, Edition. Окончательное переиздание. Ремастер на новом движке, новая графика. Обновленная. О боже мой, во что превратил коллектив Rockstar эту некогда хорошую игру. Не просто хорошую, выдающуюся. У нас GTA San Andreas недолюбливают из-за тематики вот этой вот районы, черные парни. Это у тебя в голове у нас недолюбливают. У нас, в принципе, отличные отношения. Как только вот эта музычка при запуске GTA San Andreas. Нет, Виталий, как раз таки у нас многие даже больше Vice City любят за счет атмосферы 80-х, бандитской вот этой вот романтики под лицо со шрамом. Объясните ему в комментариях, как он ошибается. Я люблю больше GTA San Andreas, но именно у нас отношение к San Andreas, оно не то, чтобы однозначно хорошее в СНГ. Зато у нас любят GTA 4 за вот эту вот атмосферу три полоски и восточноевропейского криминала в Liberty City. А вот эта вот тематика San Andreas, она нам чужда, поэтому отношение к этой Ге не то, чтобы какое-то супер бесконечно положительное, какой-то вот бесконечной любви. Безусловно, это показатель. То есть бесконечной любви к San Andreas я не видел ни на релизе, у нас именно. На релизе для того, чтобы оценить мнение общественности, ты ходил к лайку на нашем местном рынке и общался с посетителями. Не только. Я тогда уже имел доступ в интернет, читал форумы, которые тогда были, и видел отзывы. И уже после релиза, когда я смотрел на реакцию людей на GTA San Andreas в разных сегментах Рунета, я именно что не наблюдал обожания. Я понимаю, почему это происходит, но опять же я понимаю, что GTA San Andreas это великолепная игра. Это действительно пик развития трилогии вот этой в рамках PlayStation 2. Не просто шаг вперед был сделан, был сделан огромаднейший скачок вперед по всем, в общем-то, направлениям, с улучшением всех важных составляющих, с проработкой многих аспектов, важных для сюжетного приключения, на таком уровне, что сегодня очень многие песочницы в открытом мире воспринимаются хуже, чем GTA San Andreas. Да, компания Ubisoft? Да, твои долбанные вовлекалочки? Я недавно вот прошел Far Cry 6 и вот перепрошел GTA San Andreas. Так вот даже GTA San Andreas в испорченном формате вот этого The Definitive Edition у меня вызвало куда больше позитивных эмоций, чем этот долбанный Far Cry 6, который превратился в убогую вовлекалочку. А когда ты запускаешь GTA San Andreas, перед тобой именно что приключение в открытом мире... Да, кстати, GTA San Andreas вышла на PlayStation 2 осенью 2004 года. Уже через два года после гелиза GTA Vice City, то есть разработчикам понадобилось чуть больше времени, чтобы создать этот проект. Но тогда уже GTA San Andreas производила мощнейшее впечатление на меня, по крайней мере. И сейчас же сегодня, когда ее перепроходил уже, я не помню в какой раз, раз, два, три, где-то четвертый, пятый, по-моему, раз, я все равно получал удовольствие от этой игры, потому что она прекрасна, она масштабна, она восхитительна, она тебя увлекает сначала и только под конец немного проседает. Ты понимаешь, что вот в начале нулевых компания Rockstar просто взяла и прыгнула на такой уровень, до которого многим создателям песочниц еще прыгать и прыгать. А сегодня многие даже не пытаются прыгнуть на этот уровень. Игра начинается с того, что главный герой, CJ, возвращается в родной город Лос-Сантос, что в штате Сан-Андреас, ну это такая версия Калифорнии. А Лос-Сантос это, соответственно, своеобразная версия Лос-Анджелеса. В GTA 5, короче. Да. Нет, не в GTA 5, в GTA 5 другая версия Сан-Андреаса. Это Сан-Андреас эпохи PlayStation 2. Ну понятно. Вот в этот Сан-Андреас он возвращается, у него умерла мать, он встречается со своими родственниками, с друзьями. Там все плохо, от банды одно название, со всех сторон на нее давят. На самом деле, вот если GTA Vice City у меня воспринимался как такой рассказ. Рассказ человека, Томми Версетти, который приехал в Vice City, стал крутым чуваком в этом городе, всем напихал, ну такая вот история. То вот GTA San Andreas у меня воспринимается как сага, как сериал, долгий такой сериал. Обстоятельный, с несколькими вот сюжетными линиями, с несколькими частями. В каждой части своя какая-то атмосфера, свои цели. Вначале это попытка вот наладить отношения с семьей, с друзьями. Да, с семьей. Кстати, в первой миссии главные герои вынуждены угонять велосипеды. Знаешь почему? Потому что у черной семьи нет прав. На вождение тоже. В начале это вот такая простая история о том, как парень возвращается в родной район. Там все плохо, там конфликты одной банды и другой, наркотики. Он пытается помогать одному персонажу забавному стать рэпером, который работает в закусочной. У него что-то начинает получаться. Можно даже говорить о том, что вот, началась новая жизнь, один шаг уже сделан, можно еще что-то сделать. Одному помог другу, второму, третьему. Как-то вот это все налаживается, но нет, все потом рассыпается. Он опять вынужден начинать многие вещи с нуля. Уйти к успеху, работать с разными людьми. Опять начинает получаться. Уже в этот раз удается закрепиться. Сделать один шаг вперед. Второй, третий. GTA San Andreas умеет быть серьезной. Умеет затрагивать темы отношений, семьи, ответственности, безответственности, готовности пойти на все ради родственников, ради близких людей. В то же время игра не боится быть такой дебильной, юморной, как с тем же другом СиДжея, который очень хочет стать рэпером. И как СиДжей, например, крадет тетрадку с записями другого рэпера. Потом этот вот другой рэпер опускается на дно, и СиДжей ему уже помогает через некоторое время. Или как он встречается с одним персонажем, который представляется спецагентом, и там начинается дурь на тему теории заговора. Как он с хиппи работает. Или, например, такой крутой криминал, когда он начинает прорабатывать ограбление казино и сталкивается с мафией, сотрудничает с мафией, но обманывает их. То есть повествовательная часть, она многогранна. Она предлагает тебе какие-то вот интересные истории, новое знакомство, развитие отношений с разными персонажами. А когда я играл в Сан-Андреас, это было максимально скучное, но мне эта игра доставляла огромное удовольствие. И нет, я не устраивал погромы на улицах. Я занимался повседневной жизнью. Я понимал, а зачем я буду заниматься криминалом? У меня есть дом, где я могу сохраняться. У меня есть какой-то там райончик. Рядом качалка. Там где-то кафе. Парикмахерская. Есть девушка, которую можно покатать на машинке. Не сразу, естественно, до этого еще нужно дойти. Но в определенный момент ты понимаешь, все, жизнь устроена. Зачем мне идти дальше по сюжету? Сходил в качалку, поел гамбургер и свозил девушку на свидание. А потом оказалось, когда игра вышла на ПК, я играл на PlayStation, там еще была спрятана мини-игра. Я такое самое интересное пропустил. Вот что такое Сан-Андреас, симулятор реальной жизни. К чертовой матери весь этот криминал. Ходите в качалку. Да, нахрен серию ТЭС. Вот есть Сан-Андреас, где тоже можно тусоваться по штату, ходить в разные заведения, качаться, худеть, еще чем-нибудь заняться, покататься с девушкой. И это же имело большое значение. Я не понимаю, почему многие игры в открытом мире, да какие угодно, ролевые, например, они забили на преображение главного героя в зависимости от того, какие решения он принимает. Этого уже давно нет, к сожалению. И чем он занимается. Например, если персонаж игнорирует качалку и обидается гамбургерами, он становится пузатеньким. Если ходит в качалку, становится таким вот шкафчиком. Хоть сейчас его в какой-нибудь голливудский боевик. Да, вот этот вот элемент в игре был. Не сказать, что он оказывал какое-то серьезное влияние на игровой процесс. Нет, это был такой занятный штрих, который добавлял игре атмосферности. Вообще в GTA San Andreas разработчики из Rockstar тогда конкретно упоролись по деталям. Там были очень интересные штрихи. Например, там было, да, три города и прилегающая территория, как бы деревня или загород. Так вот, загородом ты встречал в основном джипы. Ну, машины, которые ты, в принципе, встретишь загородом. А в городе, да, там были спорткары, там полиция ездила не на джипах, а на стандартных машинах. Ну, я это так называю. Я такой себе специалист в автомобилях. То есть, когда я выходил загород, я понимал, что я, в общем-то, за городом. Это прикольно. Естественно, третьих городов отличались. Если Лос-Антос, это Лос-Анджелес. Потом была еще версия Сан-Франциско и своя версия Лас-Вегаса. В каждом городе была своя атмосфера, своя архитектура, какие-то вот штрихи. Забавные были элементы, когда ты, допустим, заходишь в магазин оружия, а там по громкоговорителю вещают такие лозунги, там, под республиканцев или под оружием. Все такое. Теща ведет себя, как сучка. У Амунейшн есть решение. Это, по-моему, там реклама огнеметов так была сделана, кажется. То есть, таких вот куча штрихов. Естественно, здесь и прокачались и радиостанции, и диджеи на этих радиостанциях. Я обожал Диджея Сейдж с Радио Икса. Девчонка прикольная. Там были моменты, когда по радио ведущие рассказывали о том, что произошло. Комментировали события в этом вот мире, участником которых был СиДжей. Было ощущение живого мира. Естественно, была разная реакция статистов на действия СиДжея. Какие-то происшествия были здесь, там. То есть, ты ощущал себя частью мира, который вертится. И все это на PlayStation 2. Я повторю, сегодня многие песочницы... Киберпанк. Как без него? Не могут похвастаться такой проработкой. Да даже Ubisoft не может похвастаться про такой вот проработкой мира во многих своих песочницах. Sony тоже не может всегда похвастаться такой проработкой мира, что сделала Rockstar на PlayStation 2. С производственным бюджетом, кстати, 10 миллионов долларов. С поправкой на инфляцию это сегодня 14 миллионов долларов. То есть, вот тогда компания Rockstar взяла и прыгнула выше головы, выше всех голов. И сегодня даже, когда ты смотришь на эту игру, пускай с отсталой откровенно графикой, ты обалдеваешь от деталек, от внимания, от... В целом ощущения от этого мира. Думаешь, хорошо. В мире этом хватает активностей, которые тебе особо не навязывают при прохождении компании. Там грабежи, гонки, соревнования лоурайдеров, вот этих машин, которые прыгают. Там хватает таких вот интересных штрихов. Ты можешь чем-то заняться на стройке, например, в карьере. Пожалуйста, вот сюда сходи, сюда сходи, недвижку купи. Это, блин, прикольно. Это не обязательно делать. Но все вот это вот образует такую большую систему. И ты понимаешь, что ты часть этой системы. Еще раз обращаю внимание. Это мир, в котором можно жить, забив на сюжетную линию. Ну, жить это громко сказано. Ну, скажем так, это мир, в котором можно вот повозиться и получить от этого удовольствие. Это ощутить себя не просто персонажем какого-то сюжета, вот прописанного разработчиками, по которому ты идешь. А выйти за эти рамки и вот именно что, да, побегать по миру, поглазеть, чем-то заняться. Не то, чтобы уровень какой-нибудь крутой ролевой игры. Типа Skyrim, например, где больше куда возможностей. Но, тем не менее, я повторюсь, это крутой, интересный, грамотный штрих. Но это именно штрих, чем лично для меня GTA San Andreas всегда была эта компания, это разнообразие заданий и это их проработка. В этом моменте и сегодня GTA San Andreas по полной дает просраться большинству современных аналогов. Здесь около сотни сюжетных заданий, и мне многие до сих пор запомнились. Мне многие нравятся. Здесь разработчики вот именно что продумывали каждый элемент. Где-то погоня, где-то погоня постановочная, где-то ты должен следовать за этим долбанным поездом, где-то ты пытаешься убегать, где-то тебя догоняют. Мотоциклы используются, машины, естественно, по-разному используются. Попытки воссоздания, сцены из популярных фильмов. Да, здесь есть погоня в стиле Терминатора второго, тоже со взрывами, уничтожением преследователей, когда герои уматывают. Классно, эффектно. Здесь миссии тебя стабильно удивляют и удивляют. Здесь используются, кажется, все элементы, которые связаны с вождением той или иной техники. В одной миссии, например, надо угнать комбайн. В другой миссии устроить беспорядок на стройке. В третьей миссии прокатиться по карьеру на время еще выполнить. Естественно, да, в заданиях иногда появляется ограничение по времени, чтобы ты быстрее что-то выполнял, чтобы было напряжение. Здесь может быть миссия, да, стандартная стрельба, там, зачистка одного этажа за другим. А может быть миссия, когда ты должен уничтожать блокпосты, чтобы машина, которую ты защищаешь, проехала безопасно до точки назначения. Классно, то есть вот именно, что сценарий в каждой миссии есть. Разработчики учли, да, что не Томми Версетти не умел плавать. Си Джей умеет плавать. Более того, для выполнения одной миссии ты должен прокачать себе навык подводного плавания, ну, легкие, чтобы были более вместительными и герой мог дольше задерживать дыхание. И, собственно, в этой миссии ты должен заниматься подводным плаванием. Ты пробираешься там на разные объекты, на корабль, на какую-то научно-исследовательскую базу, когда игра, ну, лично мне, почему-то начинает напоминать Half-Life. Авиация, естественно, есть и тоже используется, и ты здесь управляешь всем, от кукурузников до боевых истребителей, до вертолетов, когда в одной миссии ты должен украсть броневик для задания, тебе это надо для более глобального задания. Я до сих пор обожаю, мне очень нравится серия заданий в рамках подготовки к ограблению казино, и, собственно, ограбление казино. Прямо как будто ты оказался ненадолго в 11 друзьях Оушена. Вот эта вот серия заданий по ограблению казино уже может считаться отдельным таким непродолжительным крутым приключением с акцентом на разнообразии заданий. Когда тебе надо то там полицейские мотоциклы украсть, то, как я уже сказал, с помощью вертолета броневик спереть, то надо девушку соблазнить, чтобы ключ-карту из нее вытащить. Из нее. Ну, в смысле, у нее есть ключ-карта, и как бы СиДжей понимает, что слабое место – это сердце человека. И кадрит девчонку, и, соответственно, да, потом она выдает ему ключ-карту. Кстати, выясняется, что девушка любит садомаза. Главный герой облачается в костюмчик такой вот латексный, берет в руки дилда здоровенная и заходит к ней в дом, и там начинается веселье. Представьте подобный сценарий в современной хоть одной какой-нибудь игре. Да, представьте это сегодня в какой-нибудь современной игре. И я сейчас эту фразу имею в виду в двух смыслах, так сказать. С одной стороны, да, представьте себе в современной игре девушку, которая любит садомаза, и герой цепляет на себя костюм вот этот латексный, чтобы к ней в постель залезть. И представьте себе игру, где есть десятки заданий, и чуть ли не каждый, это слишком громко, но многие из этих заданий предлагают тебе новые решения, новые условия, новые какие-то элементы. И здесь есть простенький стелс, он разнообразит игру. Здесь иногда, например, надо пробраться на военный корабль и спереть военный самолет. Здесь может твориться любая дичь. Лютая хрень, веселая, задорная, хорошо поставленная, где ты должен, например, заехать в грузовой самолет, там избить всех, можно кулаками, можно дилда, а потом прыгнуть с парашютом. Дурь, веселье, охреневаешь, погони, перестрелки. Да, стрельба здесь все еще корява, и в ремастере, естественно, этот элемент не то, чтобы улучшали. Но сегодня стрельба в GTA San Andreas уже напоминает не такую вот отсталую откровенно тупку, как было в GTA 3 или в GTA Vice City, а такой, ну, кособойкий, корявенький, с откровенно тупыми противниками, но все-таки шутерок от третьего лица. Да, уже я вот сейчас играл, конечно, я кривился, но не сильно кривился, не было ощущения такого, господи, это отстало на 40 лет, дайте мне что-нибудь более вменяемое. Стрельба здесь работает значительно лучше, чем в GTA Vice City, как я считаю. И да, если вот проходить только кампанию, это около 25 часов такого разнообразного контента, разнообразных заданий, с хорошим сюжетом, где ты встречаешься с новыми героями, с крутыми миссиями, которые тебя стабильно радуют. Но под конец игра притормаживается. Дело в том, что там для того, чтобы включилось финальное задание, вот в классической трологии у Rockstar какие-то проблемы с финальным заданием. Обязательно надо, чтобы финальное задание ты заработал, получил великое право принять участие в финальном задании. Здесь для того, чтобы получить вот это сакральное право, надо отбивать районы у противоборствующих группировок. Ты прибегаешь, да, в район, убиваешь пару человек, потом одна волна болванчиков набегает, вторая волна, третья волна. Поздравляем, вы захватили район. Так, следующий, 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 пока у тебя не будет 35% территории, ну, у твоей банды, у банды CG. И тогда скажут, отлично, погнали, и ты выполняешь очень долгое финальное задание. К счастью, в GTA San Andreas в процессе задания есть контрольные точки. То есть, если ты провалил миссию, тебе не надо будет ехать к работодателю, ну, или как в GTA The Definitive Edition сделали в GTA 3, в GTA Vice City, когда ты мог перезагрузиться уже к моменту разговора с работодателем, тебе не надо было ехать, вау, это так удобно. В GTA San Andreas есть более-менее вменяемые контрольные точки, без необходимости снова и снова перепроходить большие куски. Это хорошо, это замечательно, вопросов нету. А компании вопросы только вот к финальной части с размазанным вот этим вот захватом территорий. Это примерно 2-3 часа такого глупенького гринда. Мне кажется, Ubisoft посмотрела вот на финальную часть GTA San Andreas и сказала, «Мы можем на этом построить бизнес». Отличное решение. Нам это нравится. Только давайте вот эти вот районы, они будут разбросаны по миру и огорожены заборчиком. Это будут, ну, типа аванпосты что-то такое. А вот на CJ набегают враги. Есть худые враги и толстые. Толстые от худых не сильно отличаются. Это не доработка компании Rockstar. Давайте мы сделаем так, что толстые враги, они будут бронированными, и их убить будет сложнее. Вот, ну, у меня вот сейчас такие ассоциации возникли. Ну что, переходим к традиционно грустной части обзора. Самое вкусное. Трилогии, да, для меня это грустное, для зрителей это самое вкусное, потому что, естественно, людям нравится, когда кто-то страдает, никоим образом не осуждая. И на самом деле, в случае с ремастером GTA San Andreas это получилось настолько феерично, настолько эпично, потому что GTA San Andreas это игра, которая сегодня воспринимается, ну, более-менее нормально. Это игра, которую я могу сегодня проходить и не особо сильно кривиться от каких-то устаревших решений, потому что в GTA San Andreas Rockstar действительно многие вещи сгладили, многие вещи доработали, многие вещи теперь выглядят и ощущаются даже сегодня вменяемо. Такой, о, прикольно, нет вот этого ощущения старого геймдизайна. И при этом GTA San Andreas меня выбешивала багами, которых не было в GTA 3 и Vice City, но я не сталкивался, а в San Andreas я сталкивался. Я в San Andreas столкнулся с багом, когда в процессе выполнения определенной миссии, в определенное мгновение игра вылетала с фатальной ошибкой. Я такой, Rockstar, ну спасибо, вы вернули меня в начало нулевых, прям ностальгия по полной, тогда игры GTA San Andreas не вылетала у меня тогда, и, по крайней мере, я не помню, чтобы она у меня вылетала на ПК на релизе. Но, я бы тогда многие игры вылетали. Отличное решение, когда я пытался перезапустить автосохранение, у меня перезапускалась контрольная точка, и в этом же моменте игра вылетала. Хорошо, что я руками сохранился перед миссией, запустил, ага, прошел эту миссию. Потом еще раз был такой момент, когда игра вылетает, начал такой, хорошо, я понял. Вот это одно из моих любимых заданий ограбления казино. 15 минут, такое напряжение, стрельба, пробраться в казино, все как надо сделать, начать отстреливаться, залезть в хранилище. Вылет! Чуть ли не перед финалом этой миссии. Ну, твою мать, ну, лучше, одни из лучших воспоминаний об игре. Ну, вот так вот взять и на них сбросить тонну. И спей горячего кофе. Да это, да из меня горячий, не кофе, с кровавым оттенком лился со всех щелей. Я буквально этим фонтанировал, я мог полететь на этом. Мне джетпак не нужен был, здесь есть джетпак. Ну, реактивный ранец у СиДжея в одной миссии выдают, той самой, которая мне Half-Life напоминает. Ну, вот я мог бы из реактивного ранца куда-нибудь улететь, начать там всех валить. Ну, вот как взять прекрасные воспоминания и обделать их? Еще несколько раз я столкнулся с нерабочими скриптами. Ну, то есть, миссия должна была продолжаться после постановочного момента, она не продолжалась. Мне пришлось перезапускать несколько миссий таким способом. У меня был баг с невидимым мостом. Я еду по сельской местности, подъезжаю к мосту, он исчезает. Я такой, а интересно, это мост исчез? Ну, в целом, или это отображение моста исчезло, а объект остался? Я такой проехал, ага, все нормально, мост есть. Помнишь, Диану Джонсон, нужно было песочком просто. Да, точно. Обкончательное издание, я бы так сказал. Да, так сказать, СиДжей мог бы чем-то белым на этот мост росить, чтобы доказать, что он все-таки немножко белый человек и достоин пойти по этому мосту. Я не знаю, что надо было сделать, но моста не было. Я такой, хорошо, ладно, поездил по этому мосту, упал с него, посмеялся, пошел дальше. Такой странный визуальный баг. Из всей трилогии ремастеров GTA San Andreas больше всего не повезло в том, что касается дальности прорисовки. Как известно, да, в ремастерах разработчики зачем-то дальность прорисовки выкрутили на максимум. В GTA 3 это, ну, бьет по восприятию, но не сильно, там сама игра устарела. В Vice City плюс-минус там, ну, типа городок, окей, и все. Но здесь перед тобой штат. Типа три города. Типа сельская местность. Когда ты летишь на самолете, ты такой, это все? Вот это штат? Это какой штат? Это как в деревне ребята поделились на три команды, и каждая засела в своем углу песочницы. Вот это штат? Когда вот ты на самолете летишь над штатом, это убого смотрится, убого, отвратительно. Здесь, да, есть моменты, когда ты можешь забраться на гору и увидеть один город, и рядом второй город. Раньше была синяя дымка, которая все это скрывала. Естественно, раньше были элементы, чтобы это скрыть все, чтобы создать у тебя иллюзию масштаба. Понятно, что в GTA San Andreas мир небольшой. PlayStation 2 это не разработчики Rockstar той эпохи. Она не могла прыгнуть выше головы в плане своих технических возможностей. Это разработчики из Rockstar выдали потрясающий результат в рамках PlayStation. Ну, понятно, что они не волшебники, и они грамотно тогда скрывали эти ограничения. Здесь эти ограничения тебе бросаются в глаза. Что еще тебе бросается в глаза? Это местами странные модели персонажей. Ладно, иногда модели выглядят плоско. Максимально плоско, как будто вот с мобилки, да, такая максимально примитивная графика. Ну, странно. Ну, например, злодей игры, офицер Тен Пенни, которого сыграл Сэмюэль Л. Джексон, он выглядит, ну, как будто вот он в салон красоты сходил. У него яркие губы, у него такие вот яркие ногти. Когда ты на него смотришь, у тебя ощущение, что перед тобой стоит нециничный коррумпированный коп. Ну, вот это вот персонаж Тен Пенни. То есть это очень такой мерзкий, ну, хорошо проработанный, мерзкий в хорошем смысле, это как-то неправильно будет сказать. Это такой вот хорошо проработанный, мерзкий человек, который использует других людей в своих корыстных целях, который не уважает своих подчиненных, ну, и напарников по преступлениям, который издевается над главным героем, заставляя его выполнять разные грязные задания. А по вечерам он одевается в женское? Да, а по вечерам я не знаю, что делает. Вот идет в салон красоты, такой, девчонки, прикиньте, сегодня вот этого вот СиДЖ отправил грохнуть информатора. Ну, вообще, ай, что ты делаешь? Больно. Вы знаете, сколько маникюр стоит, друзья? Вот если у вас есть девушки, спросите у них. Меня спросили. Дорогое удовольствие. Не женский ты ходишь в маникюр, потому что там у них еще лак, рисунки. О, да, да, да. Там мешки. Шилак еще, шилак. Вы знаете, что такое шилак? Типа шихалка? Что-то типа шихалка. Понятно. Да, на наращивание ногтей может быть. Возможно, Тэн Пенни, да, он внутри себя гламурный пацан, а вынужден быть копан, коррумпированным, злым. Его это угнетает. А вот СиДЖЕЙ может ходить... Есть мысли и не образы. Да, вот у СиДЖЕЯ много денег, и он завидует СиДЖЕЙ ему, и ты не нравится. Это вообще драма офицера Тэн Пенни, который видит, как пацан пришел к успеху и может себе позволить нормальный маникюр. А на зарплату копа ни хрена нельзя позволить. Прям хочется задохнуться от этой бедности, я не знаю. Возможно, может быть так. Еще здесь в некоторых сценах странности с освещением. Вроде действие происходит днем, но персонажи как будто, я не знаю, как будто они максимально черного цвета. Черные фигуры вообще без деталей. Да, то есть у них нет ощущения того, что это вот именно чернокожий человек. Есть ощущение, что это черный цвет на OLED-телевизоре. Я не знаю, это какой-то Netflix-момент максимального уровня. Как-то они недостаточно, наверное. Черные, давайте еще их сделаем. Это очень странно воспринимается. В некоторых сценах, действия которых происходят в темных помещениях, несмотря на наличие у героя прибора ночного видения, бывает сложно рассмотреть противников. С этим тоже у меня были трудности. Подобные проблемы мелькали и в оригинале, ну, в процессе задания именно в темных помещениях. Но задача ремастера в том числе исправлять проблемы оригинала? Ну да, естественно. Это задача ремастеров, когда у разработчиков стояла задача именно улучшить оригинал, а не срубить бабла, сделав что-нибудь за один день. И когда у разработчиков стояло. Да, и когда у разработчиков стояло. Поэтому качество ремастера San Andreas, оно подстать качеству ремастеров GTA 3, GTA Vice City. Чудес здесь не произошло. Естественно, более того, некоторые моменты меня очень сильно выбесили, а именно вылиты и вот эти вот странности с работой скриптов. Это просто ужасно. И это особенно обидно, ведь GTA San Andreas – великая игра, которая хорошо сохранилась. Которая предлагает потрясающее разнообразие миссий. Кучу занятостей. Интересный сценарий заданий. Интересные линии. Повторяю, ограбление казино очень люблю. Очень нравится спокойное начало с аккуратным накручиванием масштаба. Офигенная линия с авиацией. Офигенная линия со стелсом, с отстрелом противников. Это все в этой игре есть, это все круто, это все сегодня выглядит круто. Это бы причесать. И вот, и вот перед вами крутейшее приключение в открытом мире. Вот оно замечательно. Что называется, здесь в отличие от GTA 3, GTA Vice City какой-то супер глубокой доработки не требуется. Буквально подправить вот механику стрельбы и уже хорошо будет. Ну, если сделать хороший ремастер такой игры, кто потом купит GTA 6? Ты себе представляешь GTA 6? Какие миссии будут там? Какое разнообразие заданий? Уйдут ли разработчики в отрыв? Смогут ли они предоставить такое разнообразие активности? Будет ли там герой отъедаться пироженками и ходить в качалку? Девушек возить на свидание? Или мальчиков он там уже будет возить на свидание? Неизвестно. Новая GTA, новые взгляды, новый коллектив, новый Rockstar, который очевидно насрать на свою аудиторию. Кстати, насчет насрать. Когда я слышал слухи о ремастере, помнишь, я еще фантазировал, что А неплохо было бы это на движке GTA 5, забабахать там GTA Vice City и GTA San Andreas. Потом случился анонс таких стандартных ремастеров. Я думаю, ну ладно, окей, перепройду знаменитые в прошлом игры, вспомню, так сказать, детство. Я когда ждал релиза вот этой трилогии, я думал, ну поностальгирую. Просто вспомню, как оно было такое. Вот придам все чувства ностальгии. А в итоге Rockstar взяла и навалила несколько здоровенных куч в мою юность. Просто взяла, сняла штаны и начала, что называется, отрабатывать 60 долларов. Потому что каждая часть вот этого вот ремастера меня выбешивала. Каждая часть вызывала у меня ненависть, неудачными вот этими вот изменениями, коряво сделанными элементами. И отсутствием желания хоть как-то сгладить либо отсталость оригинала в случае с GTA 3 и GTA Vice City, либо проблемы оригинала, как в случае с GTA San Andreas. Здесь нету сколько-нибудь талантливой работы по обновлению этих ремастеров. Здесь есть просто откровеннейшая халтура. После этих ремастеров есть шансы только начать не любить оригинальные игры из-за этих новых проблем, из-за нежелания исправлять старые проблемы. Не надо это, понятное дело, покупать. Обидно, что компания Rockstar настолько низко пала, настолько сильно обделась. Ужасно все, короче. Иронично. Когда я в свое время заканчивал GTA San Andreas, проходя его первый раз или второй раз, я заканчивал эту игру с чувством сожаления. Да, там смазанная концовка с захватом района, но я заканчивал ее с четким пониманием того, что вот это некий пик развития данного жанра. И вряд ли в обозримом будущем кто-то сможет это превзойти. Вряд ли я увижу игру, которая у меня вызовет такие же эмоции в соотношении масштаб, сюжет, разнообразие заданий. Мне было грустно расставаться с СиДжеем, мне было грустно расставаться с этим миром. Вот у меня было такое ощущение от GTA San Andreas. А сейчас я такой прошел, да, да, да. Замечательно. Вот так вот компания Rockstar обошлась со своим наследием. На этом, дорогие друзья, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И в целом, если вы хотите поддержать проект XBT Games, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за это говорим всегда громаднейшее спасибо. И дальше продолжаем работать. И, кстати, если вам интересны новости об игровой индустрии, добро пожаловать на обновленные ixbt.games. Да. Games. Да, ну что, с трилогией GTA разобрался, надо бы в этом году еще до Skyrim добраться. Слава богу, что в Skyrim ты не играл. Поэтому не можешь бомбить на Тодда Говарда. Что ты сделал? Зачем единороги? Посмотрим. Вы их используете неправильно. Вот ведьмак правильно. Rockstar, понимаешь, вот, Rockstar, третий GTA так поимело. Сайс Сити поимело. И четвертым самым Сан Андреасом по самые гланды. На! Надо было, Миша, всего-навсего дождаться распродажи. Кто тебе цянул покупать это говно на релизе? Да, да, да. Особенно, когда весь интернет гуделая в убогом техническом и визуальном состоянии. Подождал бы годик, игра бы стала сразу хитом. Не стала она хитом. Вернется в Steam, появится на распродаже. Люди будут покупать и наслаждаться. Говорит, вот оно, вот. У Киберпанка получилось, вот у этих ребят получилось. Не, у Киберпанка... Слезнет просто из народной памяти воспоминания о том, чем были GTA 3, как они выглядели. GTA Vice City и GTA San Andreas. И люди такие, не, ну нормально. Нет. На всякий случай нужно проапгрейдиться, конечно, чтобы оно не тормозило. Нет, Виталий, это черное пятно со своей репутацией компания Rockstar не смоет никогда. Поехали. Забавно, что в черную-черную пятницу мы обсуждаем GTA San Andreas.